Если начинать готовить сани летом, то даже ранняя зима не станет неожиданностью. Одинцовцев еще греет надежда на теплый октябрь, а коммунальные и дорожные предприятия города ведут себя так, будто уже завтра ждут снегопадов. На внушительной территории Одинцовского ДРСУ проверяемая техника едва поместилась. Парадом командовали заместитель руководителя администрации района по вопросам ЖКХ Михаил Каратаев и глава городского поселения Одинцова Александр Гусев. Увиденное порадовало. Приятно видеть, что люди подготовили технику к зиме, приятно видеть, что она в таком большом количестве в наличии, и что техника и люди готовы к началу работ зимнего периода. Люди все настроены позитивно, обеспечены всем необходимым для работы, спецодеждой, реагентами. Опять же, техника вся обслужена, и видно, что за ней внимательно смотрят. Зимнему периоду, считаю, подготовились хорошо, достойно. Все предприятия имеют базу и специалистов для самостоятельного ремонта техники. Поэтому в случае неизбежных зимой поломок, ее смогут возвращать в строй без задержек. Внушительные запасы противогололедных реагентов позволят весь снежный период чувствовать себя уверенно. Я удовлетворен, техника есть, люди выполняют свою задачу, знают, как это делать. Они показали и доказали это своей работой. Поэтому будем ждать зиму и работать. Такие смотры не случайно из года в год проходят именно в Одинцовском ДРСУ. Это, наверное, самое крупное дорожное предприятие района, которое за десятилетия зарекомендовало себя надежным партнером местной власти. В зоне ответственности дорожников зимой наиболее проблемные местные трассы. У нас организовывается круглосуточная, без выходных работа. Особые опасения каких-то по зиме нет. Ну, может быть, какие-то катаклизмы будут временные. Но я опять говорю, что наши организации к этому готовы. Говорят, что в ноябре мужик с телегой прощается, да в сане забирается. И действительно, по прогнозам синоптиков, октябрь в этом году будет, скорее всего, погожим. Но даже если снег выпадет завтра, к его уборке в Одинцово готовы. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...